Лондон. Город, который часто называют Туманный Эльбион. Все дело в сером небе, которое царит над городом. Но что, если я скажу вам, что небо зимнего Алматы не менее туманнее Лондона? Смог. Последствия загрязненного воздуха. И очень важно понимать, как на проблему экологии смотрят дети. Будущее поколение нашего государства. С точки зрения психологии, лучше всего передают мысли ребенка рисунки. В нашей школе мы провели конкурс рисунков среди учащихся начальных классов и выбрали лучшие работы. Также мы провели опрос и спросили у детей, что они знают о нашей экологии. Экология – это все, что нас окружает. Экология – это когда земля чистая и ничего никто не мусорит. Я думаю, что экология – это все, что нас окружает. Это растения, животные, ну, в общем, все. Экология – это вся живая природа. Экология – это отношение человека с природой. На мой взгляд, экология Алматы неблагоприятна для человека. Экология в Алматы – она грязная, неправдивая, хорошая. На самом деле экология Алматы не дает знать о себе лучшего, потому что зачастую люди не думают о последствиях в природе. Ну, у нас это грязно. Я не знаю, как исправить. Надо, чтобы люди мусор выкидывали в мусорный бак, и тогда будет все чисто. Людям надо чаще думать о природе, но точный ответ я не знаю. Ну, перейти на возобновляемые ресурсы энергии, такие как энергия ветра, гидроэнергия и тому подобное. Проблема номер один – загрязнение воздуха города Алматы – смог. Из-за географического положения города смог не выветривается. Но как это влияет на здоровье горожан? В Алматы болеют различными болезнями органов дыхания около 35-40 тысяч человек на 100 тысяч населения, то есть почти половина всех жителей. Наиболее распространенные газы в воздухе Алматы – это диоксид азота и формальдегид. На начальном этапе воздействия диоксид азота нарушает работу верхних дыхательных путей, а впоследствии способен вызвать бронхит, воспаление или отек легких. Но загрязненность воздуха влияет не только на людей и животных. Листовые пластины вяза имеют аномалии в строениях, связанные с загрязнением атмосферного воздуха. По мере постоянного накопления тактических веществ, в листьях происходит торможение ростовых процессов при формировании пластины и деформации листа. Проведя опрос, мы выяснили, что дети разных возрастов знают о существовании проблем с экологией, но при этом большинство из них не знает, как можно исправить ситуацию. В прошлом году мы уже снимали видео для конкурса видеосюжетов ЭКЛМ, но что же изменилось за это время? Активисты Алматы усиленно пытаются добиться перевода ТЭЦ на газ. Алматинские автобусы в полном составе переведены на газ. Пунктов приема пластиковых бутылок, батареек, плееров и прочего пригодного для переработки мусора стало больше, но это все еще не шаговая доступность. Увеличилось количество урн на улицах города, и благодаря этому многие люди действительно стали доносить мусор до урны. В городе появились 10 электрических автобусов, которые не только не вредят экологии, но также делают передвижение на общественном транспорте более комфортнее. Например, в электробусе можно зарядить телефон и воспользоваться бесплатным Wi-Fi, а благодаря этому есть вероятность сокращения автомобильного транспорта, не менее влияющего на загрязненность воздуха. В торговом центре Сентаймол появились официальные зарядные станции Tesla Supercharges. Первые в СНГ, что увеличит скорость перехода на электромобили. Все эти зарядники невероятно скоростные. Максимум в течение одного часа ваша Тесла в состоянии 0% сможет зарядиться здесь до 100% отметки. Зарядка на подобных станциях совершенно бесплатна. Единственное, за что вам придется оплатить – паркинг. В более развитых странах за покупку электромобилей его владельцу выплачивают часть стоимости за сохранение экологии. В странах СНГ такого не практикуется, но это могло бы увеличить спрос на электромобили и при этом понизив количество бензиновых авто на дорогах. По городу до сих пор мало рекламных баннеров, связанных с экологией. Люди просто не знают о существовании приложения для отслеживания загрязнения воздуха Элмати Урбан Сити и картой пунктов приема мусора для сортировки Эко-Сити. Несмотря на изменения, которые делают небольшой, но существенный вклад в экологию, экологическая грамотность до сих пор остается на низком уровне. Развивать экологическую ответственность нужно с самого маленького возраста. Еще только встав на ноги, человек должен осознавать, что срывает цветок, он причиняет ему боль. Обросая мусор на улицы, он засоряет свой дом. Дети от родителей и учителей в школах должны слышать, что рациональное природопользование это не блажь, а необходимость. Мы можем брать у природы ровно столько, сколько нам нужно, помогая и восполняя природный запас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова